Всем привет! Джон Леннон у меня на футболке, но не про Джона Леннона мы сегодня будем сказки рассказывать, а про другого артиста замечательного. А Джон Леннон у меня просто потому, что я его люблю. Но я благодарю вас, конечно, за то, что вы смотрите вот это все, слушаете вот это все и пишите комментарии на вот это все. И комментарии я с удовольствием читаю, участвую в беседах по мере возможности, по мере наличия времени. В общем, продолжайте, пишите еще. Я говорю через букву И, не так, как в интернете некоторые продолжают вот этим каким-то идиотским новоязмом пользоваться. Люби и знай родного языка. Я так считаю. А я что? Я вспоминаю минувшие дни. Я вспоминаю 1973 год, когда вышел альбом Билли Каббома под названием «Спектрум». И он потряс любителей рока. Хотя это джаз, в общем, ну джаз-фьюжн, да, скажем так, джаз-рок, чтобы было корректно, понятно. Потряс безумной игрой гитариста, который по меньшей мере в двух песнях вышибает сознание у всех практически любителей тяжелой гитарной игры, тяжелой роковой гитарной игры. Такой вот запилов то, что называется. Про это таймом я уже рассказывал, кстати говоря, есть ролик, но переслушайте его еще раз. Он стоит того Билли Каббом «Спектрум» в 1973 год. Вот такой вот барабанщик Билли Каббом. А на гитаре играет кто? На гитаре играет Томми Болин. Правильно. Вот про него я и вспомнил сегодня. Томми Болин начинал, где только он не начинал, он все время играл, он всю жизнь играл. Но наиболее известное его начинание – это группа «Зефир». Два альбома у меня есть. Это 69-й и 72-й ГГ года. То есть про них отдельно я как-нибудь поговорю, потому что здесь много наиграно, еще больше напето. И говорить и про то, что напето и наиграно можно довольно долго. Хорошая группа на самом деле была. Но работали они в городе Болдер, если мне память не изменяет, в штате Колорадо. В штате Колорадо я был и даже некоторое время жил. Недолго, но так два раза я туда приезжал. И там, конечно, для рок-музыки не самое лучшее место. Там очень красиво, очень хорошие люди, замечательные пейзажи, скалистые горы. Они так и называются – Rocky Mountain. Скалистые горы, которые идут вдоль, разрезая американский континент на две части. Хорошие места, лыжные курорты, там все дела, все красиво. Родео в Денвере, в столице Колорадо. Но рок-музыку там не особо как-то. Любят, конечно, так дискретно, но там другие дела. Там Родео, быки, вот эти лошади, скачки, горы, лыжи и все остальное. Но тем не менее два альбома группа записала и прекратила свое существование. Потому что Томми Боллин уехал в Нью-Йорк, познакомился с джазовыми музыкантами и стал с ними джемовать. И после ряда джемов с Билли Каббомом Томми Боллин ничего даже не предвосхищал, что что-то у него случилось. Он просто любил джаз, любил сложную, интересную, зажигательную джазово-роковую музыку. Билли Каббом ему позвонил и сказал, что Томми, я тут записываю альбом, приезжай. Томми приехал и стал звездой. После этого альбома, после выхода этого альбома, он стал звездой. И после того, как музыканты группы Deep Purple послушали вот этот альбом, они и пригласили Томми Боллина в группу Deep Purple. Правильно, потому что лучшего варианта просто не было. А это был полный кайф. Это, во-первых, американский гитарист в английской знаменитой и такой корневой рок-группе, как Deep Purple. Это было очень интересно смешение стилей. Что и получилось на пластинке Camtaste the Band. Отмели несколько кандидатур про Camtaste the Band. Я отдельно поговорю потом. Но Томми Боллин, в принципе, был счастлив в этот период времени. Потому что все складывалось. Во-первых, блестящая пластинка с Билли Каббомом. Начал записывать альбом с Альфонсом Моузеном. Еще одним джазовым барабанщиком, который играл в группе Weather Report, если кто не знает. Но эта запись куда-то канула в небытие. Ее, по-моему, не существует в природе. А может быть, она всплывет когда-нибудь. Я не знаю. Или всплыла, но я ее не слышал. И у него был контракт на выпуск сольного альбома. При этом еще и приглашение в Deep Purple. И утверждение в составе Deep Purple. И музыканты Deep Purple так, с таким пиететом относились к Боллину, что отодвинули даже запись своего альбома с тем, чтобы Боллин успел записать свой сольник. Вот этот самый тизер 1975 года, если мне память не изменяет. Ну да. И, в общем, то есть что нужно человеку для счастья, да? Пригласили в Deep Purple. Deep Purple пошли навстречу. Или записывай, дорогой, свой сольный альбом. Мы подождем. Запишешь, вернешься и приступим к записи. Уже пластинки Deep Purple с тобой. И поедем в туры и туда-сюда. Причем какая-то была история, что Боллин сначала не хотел даже ездить в туры с Deep Purple. Какая-то бы что-то такое было, только на записи, а туры, значит, без него. Но потом все это утряслось, слава богу. Боллин очень хорошо отзывался о музыкантах Deep Purple, и для него это было просто счастье. Даже после работы с великим Билли Кабом, он говорил, что это музыканты высочайшего класса, ему очень интересно и приятно с ними работать. Вот, если кто-то считает Deep Purple примитивной группой. Ну, Томми Боллин мог ошибаться, конечно, я не знаю. Но, тем не менее, пластинка была записана, и пластинка получилась шикарной. Я ее очень всем рекомендую. Буквально всем. И тем, кто любит джаз, и тем, кто любит тяжелый рок, и тем, кто любит красивые баллады. Тут на любой вкус высочайшего уровня музыка. И игра на гитаре такая, которая просто... Ну, для 1975 года это было, конечно, очень необычно, потому что... Был Джон Маклафлин, да, но там очень сложно все было. Там действительно очень сложно, и очень такой свой сегмент и по аудитории, и по музыкантам, которые играли с Маклафлиным. А это уже джаз-рок. Причем джаз маленькими буквами, а рок большими. Так написано. Как бы рок, но манера игры, это вам уже, конечно, не традиционный хард-рок. Это уже ступенью выше. Простите, извините. Но это правда послушайте, вы убедитесь, потому что абсолютно другой мелодизм, другая фразировка, другая мысль музыкальная. Но при этом все это остается в рамках, как бы в рот. Он играет и поет, играет на гитаре, естественно, и поет. Джефф Парката на барабанах, если кто помнит группу То-То, которую я люблю, между прочим. Это... Вот это удивительная штука. Это вроде бы риффовый гитарный тяжелый рок, но он такой необычный. Опять-таки, для себя. Ну, сейчас уже наиграно-переиграно много чего. Стилевых разных отклонений. Да, тоже та же группа То-То, тоже там и хард-рок, и все что угодно там намешано. Но тогда вот этот гринд и с такими гитарными, конечно, чудесами, которые здесь выдает Болин, с новыми тембрами, с новыми вот этими мелодическими штуками, историями, с дикой скоростью своей, со звукоизвлечением обалденным совершенно. Просто какой-то космос, космическая музыка. Ну, а дальше уже, так сказать, сначала ударили по голове, а потом добили. Хомвард-страт, вторая пьеса, инструментальная, где Болин уже. Ну, раз инструментал, значит инструментал. Уже петь не надо, уже поиграем на гитаре от души. И можно сравнить, конечно, и со спектрумом. По безумию, по скорости, по качеству игры все тут очень хорошо. Опять Джефф Парката на барабанах. Третья штука называется Dreamer. Привет, привет, привет группе Zephyr. Привет, Колорадо. Привет, Америка. Красивейшая баллада. Красивейшая баллада. Ну, не баллада, баллада какая-то, а исключительно тонкая, гитарная, мощная, интересная рок-игра с уклоном в джаз. Вот так. Но не пугайтесь слово джаз, если кто не любит джаз. Тут больше, конечно, фьюжн. Скажем так. Savannah Woman, где на перкуссе играет Фил Коллинз на барабанах Prairie Prince. Я его не знаю к стыду своему. Ну, это такая веселенькая, странная какая-то. тоже привет американским кабакам, надо сказать. Но высочайшего уровня, примерно как Doors. Тоже привет американским кабакам, но здесь другой привет. Здесь более легкий, более игривый, веселый, прозрачный. Но все-таки такая легковесная достаточно штука. А под конец первой стороны тизер за главная песня. Опять с джазом Парката на барабанах, гитара-вокал Томми Болин и бас-гитара с Тенри Шелдон. Из двух или трех частей даже такой ракешник за главная песня. Ракешник с уклоном опять-таки в джаз-рок в гитаре. Мощный, прекрасно записанный, прозрачный в этой громкости, в этой пачке звуков. Болин играет везде, там 3-4 гитары везде практически. И ритм, и одна солирующая гитара, вторая солирующая гитара, и еще какая-то рифовая гитара выплывает. То есть от души просто гитарист есть гитарист. Гитарист записывает сольный альбом. Все. Дальше можно не объяснять. Просто для гитариста здесь раз в доле слушать можно улететь. На второй стороне новое просто новое откровение People People первая песня. Она как бы регги. Как бы регги. Но помимо того, что это как бы регги, это как отель Калифорния, кстати, это тоже в принципе регги основа. Но это вот в эту сторону. Но здесь в 10 раз мощнее примерно, чем отель Калифорния. Не по громкости, а по насыщенности. Дэвид Санборн на саксофоне играет небесный просто солнечный свет. Вспомним Дэвида Боуи и Янг Американс, да, вот эти звуки саксофонные. И столько гитарных штучек разных мелких и крупных. И все вот это так переливается волнами. Песня накатывает, откатывает и Болин поет. Красивейшая просто песня. Удивительная. Ян Хаммер опять-таки играет здесь на клавишах. Ян Хаммер привет тоже из этой пластинки, из Спектрума. Здесь прекрасная перекличка клавиш Хаммера с гитарой Болина. Здесь то же самое. Здесь Хаммер подключился, играет на синтезаторе, Болин отвечает, вместе они переплетаются в косичку и получается очень здорово. Дальше идет Машин Паудер и еще один инструментальный номер. Покруче даже будет чем Хом Вадстрат на первой стороне. Здесь уже и Ян Хаммер, здесь уже Дэйв Санборн на саксофоне, ну и собственно говоря и Болин и да и Мишель Уолден на барабанах, конечно, еще одна глыба джаз-рока. И вот этот самый Машин Паудер ставит печать на альбоме, что Томми Болин это супер-гитарист всех времен и народов. На тот момент времени, по крайней мере, точно. Слушайте эту пластинку и вы со мной согласитесь. Wild Dogs хотелось бы сказать, что это бешеный, безумный ракешник с таким названием Wild Dogs но нет, он тоже он такой среднетемповый накат, но мощный, плотный, потому что это все-таки Wild Dogs это Машин. В общем, парень здесь купается, купается в музыке, что видно и по этой фотографии, и испытывает абсолютное полное счастье, полный восторг, музыкальная свобода. На гитаре играю сколько хочу, никто меня не ограничивает, я сам себя хозяин, а впереди у меня еще запись группы Deep Purple и блестящая карьера. Вот такое ощущение от этого альбома. Он настолько светлый, что светлый, светлый, он настолько насыщен оптимизмом музыкальным и при этом он агрессивен, он настоящий такой вот хороший, извините за выражение, рок. Томми болен, тизер. Пошел пить, пока.